Переменная группа х' Мы разобьем на Куб размерности Q Разобьем на более мелкие компоненты Давайте Мы сделаем так Теперь так У нас есть Ж это стандартный дум Порядка М Порядка М И высоты S Так вот мы по этому стандартному думу Пусть вот раз G У нас это будет как раз Система из функций G1 и так далее G с индексом лямбда Вот это будут функции из нашего дума Их лямбда штук Эти функции Их лямбда штук Так вот И как раз по этой системе Функций Мы построим разбиение куба Размерности Q То есть мы возьмем Значит дельта большое Вот Значит это будет Дельта 1 и так далее Дельта 2 в степени лямбда Это M регулярное M регулярное разбиение Куба Лямбда Функции нашего дезинктивно-универсального множества Вот То есть мы соединяем Сейчас видите Дум соединили С разбиением Которое по нему построено На основе этого утверждения И вот теперь ключевой Как бы момент Да И тогда мы можем Это равенство продолжить Так давайте Так вот я сюда То есть Тогда давайте сначала Да и пусть у нас Как бы Вот Хи С индексом Дельта ито От х штрих Это как раз Характеристическая функция Характеристическая функция Вот этой компоненты Да давайте Дельта житая Дельта житая Компоненты дельта житая Так вот И теперь мы давайте Сначала Возьмем дизюнкцию По всем наборам То есть Ну да По всем наборам Ну или по всем жи От единицы до 2 В степени лямбда По всем компонентам Этого разбиения И будем для каждой компоненты Рассматривать вот такое представление То есть по существу мы Как бы Вот куб размерности Ку еще разбили на эти компоненты И для каждой из них Смотрим вот такое разбиение Значит будет вот что такое Значит жи от единицы до лямб Значит здесь будет Характеристическая функция Компоненты дельта житая Ну она зависит от группы переменных Х штрих А дальше вот Для той функции С которой наша функция Совпадает на этой компоненте Будем вот такое же представление Рассматривать и дальше Сейчас я выпишу формулу Которое у нас при этом получится Так То есть вот такое разбиение Делаем для каждой Такое представление Берем для каждой компоненты Водель Помните я вам говорил Нам надо сначала куб разбить На такие компоненты Чтобы функции нашего дума На этих компонентах Моделировались переменными Или их отрицаниями Вот собственно мы сейчас Этот как бы заявленный тезис Реализуем вот в конкретном В виде конкретного представления Так значит дизюнкция Значит теперь А теперь внутри компоненты Берем такое же разложение Которое у нас было дальше Дизюнкция по всем наборам Сигма 2 штриха С b в степени n минус q Значит здесь будет К с индексом Сигма 2 штриха От x 2 штриха Так А теперь внутри Вот такую берем функцию Да Только теперь я напишу Значит вот что То есть умножить на g с индексом Сигма 2 штриха g с индексом Сигма 2 штриха Житая От x штрих Скобка закрывается Так Значит вот давайте А вот это вот на самом деле Это элементарная дизюнкция Ранга p p от переменных группы x штрих То есть значит Вот сейчас Самый сложный момент Чтобы все это было Как бы собрано вместе И осознанно Итак значит вот Теперь давайте Вот это представление Как бы рассмотрим Только на одной отдельно взятой компоненте На одной отдельно взятой компоненте Вот этого нашего разбиения Дельта большое Тогда что в нем Вот почему я в нем могу Вот вместо То есть видите Здесь у нас была дизюнкция Функции Из дума Но по нашему построению На каждой компоненте Вот этого нашего специального разбиения Любая функция из дума Может быть чем заменена Промоделирована Или переменной Или ее отрицанием Или переменной Или ее отрицанием Вот И поэтому вот эти вот все функции g Фито и сигма 2 штриха Так сказать Они перешли Вот это будут как бы слагаемые Вот это будут либо перемены Либо их отрицания И будет дизюнкция Дизюнкция p Таких функций А каждая из них На этой компоненте Может быть заменена Либо переменной Либо отрицанием И поэтому здесь получилась Элементарная дизюнкция Ранга p От переменной группы x штрих Вот это самый Так сказать Такой сложный момент В котором Как бы собрано все Что мы вот Сейчас как раз обсуждали Это следующий шаг Вот в предворожении Лупанова Теперь Для синтеза формул Мы его используем Так чтобы вот эти функции У нас могли Роль этих функций Чтобы могли играть переменные Или их отрицания Для этого мы Вот по этому думу Думу g Ну точнее говоря По g со стрелочкой Это такая вектор функция Значит Составленная из всех функций Нашего дума И вот И тогда мы Так сказать Берем И на каждой Компоненте Разбиения Вот это Разложение Берем в том Варианте В котором мы Здесь пишем Не просто функцию Какую-то А пишем Либо переменную Либо ее отрицание И вот получаем Здесь элементарную Дизюнкцию Ранга p От наших переменных Группы x' Вот ключевой Ключевой момент Дальше мы Просто начнем Его Обсчитывать И все То есть Такая достаточно Сложная Конструкция Разложения Значит Сначала Мы Разложение Шинона Потом От него Переходим К разложению Шинона Раз От него Переходим К разложению Упанова Два Но здесь Этого мало Мы Это разложение Теперь еще Делаем На каждой Компоненте Разбиение Вот этого Куба Б С индексом Ку Отдельно Именно для того Чтобы Вместо Этих функций Мы Имели право Написать Переменную Или ее Отрицание Все Давайте лучше Это я сейчас Вверху Напишу Значит Вот это Элементарная Дизъемция Ранга П Ранга П От Переменных Группы Икштрих Вот Вот теперь По этому Разложению Уже можно Струить Нужную Нам формулу Вот Удоверяющие Этим Требованиям Это Следующий Этап Вот давайте Если здесь Какие-то Вопросы Есть Давайте Мы их Выясним Любая Такая Функция На любой Компоненте Разбиения Совпадает Либо с Переменой Либо с Трицанием Да Мы Можем Сделать Свят Жен Долго Потому Существует Такая Дизизия Нет Получается Дизъюнкция Этих функций Переходит В дизъюнкцию Этих переменных Или их отрицания Это Как раз И есть Элементарная Дизъюнкция Элементарная Дизъюнкция Это Дизъюнкция Переменных Или их отрицаний Все Вот это Прямо Отсюда Как раз И вытекает Так, ну вот, контактные схемы еще немножко сложнее, но это уже в следующий раз. Мы постепенно идем по мере нарастания. Я хочу, чтобы вы понимали, это сложная конструкция. Но именно в сложных конструкциях чаще всего и сидит хорошее решение. Это касается не только этого конкретного нашего примера, любых других задач. То есть, если вы понимаете или умеете разбираться в сложных конструкциях, ну а тем более их сами создавать, это вот высший класс. И вот именно к этому, собственно, мы и хотим вас подготовить. Потому что в жизни, если придется решать сложные задачи, вы должны уметь и разобраться в сложной конструкции, и самим что-то такое сложное сконструировать, если так можно сказать. Поэтому я считаю, что вот в любом курсе должны быть такие сложные вещи, которые заставляют вас, так сказать, подумать, напрячь все мозги и сообразить, вот почему так. Вот почему вот вместо этого мы можем так написать. А дальше уже, вот когда мы так написали, уже все, дальше уже только дело техники. Надо подобрать параметры, посчитать сложности, и мы получим то, что нам нужно. Вот ключ к решению вот этой нашей сегодняшней задачи, он вот в построении вот этого разложения. Так, ну хорошо, значит, серийские отступления закончили. Так, итак, значит, здесь у нас получилась какая-то элементарная дизъюнкция. Сделаем еще один шаг. Следующий. Ну, там это уже чисто дело техники. Смотрите, вот у нас получилась элементарная дизъюнкция, то есть дизъюнкция переменных или их отрицаний. Ну, давайте я напишу так. Вот у нас была какая-то дизъюнкция G. Ну, как она могла здесь выглядеть? Я индексы опускаю, значит, получается, будет какая-то переменная. Во-первых, у нас переменная группа Х' и при том не все переменные, а первые М переменных сюда не входят. Ну, это уже не принципиально, но тем не менее. Значит, итак, вот, скажем, Х там с индексом R1 в степени какой-то там T1, дизъюнкции и так далее. Х с индексом R1. Вот у нас P сладаемых у нас точно. P букв. Вот такая дизъюнкция. В общем, видимо, так будет выглядеть. Вот берем, можно сказать, такую дизъюнкцию. С ней еще сейчас небольшую манипуляцию проведем, чтобы получить хорошую сложность. Смотрите, здесь есть переменные, а есть отрицания переменных. Значит, давайте мы их сгруппируем так, чтобы сначала шли переменные без отрицаний, а потом переменные с отрицаниями. Значит, получается так. Ну, так я для простоты. Мы можем их всегда так перенумеровать как-нибудь. Значит, получается, сначала будет не Х с индексом R1. Значит, здесь будет дизъюнкция и так далее. Дизъюнкция Х с индексом R с индексом T, например. Так. А потом пошли переменные с отрицаниями. Получается, значит, не Х с индексом R с индексом T плюс 1. И так далее. Не Х с индексом R с индексом P. То есть, собрали в одну группу переменные без отрицаний и в одну группу переменные с отрицаниями. Ну, а дальше что мы можем делать со второй группой переменных? Нам надо отрицание-то тоже как-то сэкономить. Значит, деморгана применяем к этой части и получаем конъюнкцию этих переменных, а над всей конъюнкцией висит отрицание. Значит, получается Х с индексом R с индексом T плюс 1. Конъюнкция, конъюнкция, конъюнкция. Х с индексом R с индексом P. И над этой конъюнкцией висит отрицание. И вот такие преобразования мы делаем. И тогда получаем, ну, по существу искомую формулу. Вот мы вот эти преобразования сделали. И тогда мы получили... Ну, давайте я... Значит, это будет формула F с волной с индексом F. То есть вот из... Не, не, я не совсем прав. Да. Нет, давайте лучше я напишу еще. Дело в том, что ведь можно по-разному реализовать эти функции. А мы все-таки их будем реализовать стандартным образом некоторым. Поэтому здесь надо еще все-таки один промежуточный шаг сделать. Значит, ну, вот это мы тоже... Тоже, значит, тогда мы вот, наконец, выписываем нашу формулу. Которая искомая, но не совсем. Чуть-чуть немножко. Вот пока пусть будет F с волной. Что это такое? Итак, значит, вот эти характеристические функции реализуем по их совершенным ДНФ. То есть вот это была просто... Это не была формула в стандартном базисе. Это была некоторая формула, показывающая, что и как мы разлагаем. А теперь будет вот дизъюнкция по G от единицы до 2 в степени лям. Да? А вот здесь я пишу А готическое с индексом G. Это будет совершенная ДНФ. Совершенная ДНФ функции хи с индексом G. То есть берем... Вот здесь просто функция написана, а там уже формула. Это ее совершенная ДНФ. Ну, как функция от переменных группы х-штрих. Дальше. Значит, теперь... Вот смотрите. У нас здесь появилась, видите, вот дизъюнкция по всем этим нашим конъюнкциям. Вот эта мультиплексорная функция появилась. Вместо адресных переменных этой мультиплексорной функции у нас вот такие стоят элементарные дизъюнкции. Ну, на самом деле, мы их вот так уже преобразовали, эти дизъюнкции. Вот так преобразовали. Значит, тогда я пишу следующим образом. Я пишу, умножаем. Значит, вот F с индексом N минус Q. Вот это, так сказать, формула, реализующая мультиплексорную функцию. Вот сейчас я эту формулу вам покажу. Значит, она у нас была в утверждении 17. Вот здесь у нас, видите, мы все функции реализовали. Вот, значит, берем строчку, где речь идет об верхней оценке сложности. Вот она. Вот мультиплексорная функция в классе формул. Вот она у нас здесь написана. Вот ее сложность. Она построена, на самом деле, на базе контактного дерева. Вот, значит, и вот формула F с индексом, вот эта вот формула, значит, она, значит, формула для мультиплексорной функции мю N минус Q, вот этого из нашего утверждения 17.2. Берем эту формулу. Так, вот берем эту формулу отсюда. Возвращаемся назад. Так. Так, значит, теперь вот эта формула для мультиплексорной функции. Значит, здесь идут адресные переменные X2'а. Адресные переменные X2'а. А, так сказать, так, ну давайте, да, вот это я назову, будь у нас будет G с волной. G с волной. Вот. Вот была элементарная демоктажа, а вот мы ее преобразовали. Вот эта вот формула, это уже формула G с волной. Так вот, теперь, итак, это адресные переменные нашей мультиплексорной функции. А вместо, вот здесь два в степени N минус Q информационных переменных. Это идут вот эти вот все дизъюнкции вот в таком вот варианте. То есть, значит, идет, значит, сначала будет G с волной. Значит, здесь у нас идет сначала нулевой набор. То есть, набор 0 и так далее. 0 это набор длины N минус Q. N минус Q. Значит, ну а потом здесь запятая G. Так, это как бы переменная, это информационная переменная Y к 0. Это вместо информационной переменной Y к 0 вот в эту мультиплексорную функцию подставляется вот такая элементарная дизъюнкция. Это же функция. Что? Это же функция. Нет, нет. Вот это не функция, это формула. Это формула. Значит, смотрите, вот первые N минус Q переменных, это наши переменные, адресные переменные этой функции мультиплексорной, это наша переменная группа X2'а. То есть, у нас есть переменная группа X2'а, вот эти вот самые. То есть, смотрите, вот я сейчас здесь напишу там Y с индексом N от σ2'а, вот сюда вот, то это будет вот наша мультиплексорная функция N с индексом N минус Q. Но мы берем, нам же надо формулу получить, а функция это еще не формула. Вот мы берем из нашего движения 17.2 формулу, которая реализует эту функцию. Вот ее адресная переменная. А сейчас пойдут 2 в степени N вот этих вот формул. Вот здесь нулевой набор, а здесь будет последний единичный набор, запятая G, ну, от переменных группы X3. Каждая дизъюнкция – это дизъюнкция от переменных группы X3. Итак, вот это вот Y0, это вот Y2 в степени N минус Q минус 1. Вот это адресные переменные этой мультиплексорной функции. А здесь мы сначала просто сомневку, значит, дизъюнкция. Да, да. Ну, давайте я где-нибудь в серединке напишу вот тот набор, который у нас с нами будет. G с волной, сигма 2 штриха, житая. Вот так. И вот это уже и есть та формула, которая нам нужна. То есть вот, вот видите, здесь еще вот все-таки элемент упрощения за счет, чтобы не тратить слишком много отрицаний, мы вот такую замену здесь провели. И получилась вот такая вот, вместо дизъюнкции такая, дизъюнкция с волной. Вот они здесь, здесь и появились. Все. Вот формула построена. Формула построена. Теперь надо просчитать ее сложность. Ну, потом про глубину я отдельно скажу. Значит, так, сколько у нас времени? Ну, еще у нас 15 минут. Так, значит, ну, тут часть я уже сейчас сотру. То есть надо, значит, просчитать формула, сложность этой формулы, ну, выбрать параметры, ну, и убедиться в том, что здесь все получается так, как мы обещали в этой формулировке. Ну, насчет сложности, все вот прямо сейчас так и получится. Насчет глубины это будет отдельное замечание, я потом на нем. Итак, остановлюсь. Итак, значит, вот берем теперь, значит, вот формула, вот теперь уже формула, это формула в нашем базисе, в стандартном. Конъюнкция, дизъюнкция, тридцание. Это совершенная ДНФ этой функции. Это вот наша специальная формула из этого утверждения. А это вот такие специальные модифицированные элементарные дизъюнкции, которые вот здесь, ну, имели, так сказать, такой вид просто элементарный дизъюнкций, а здесь мы их немножко оптимизировали по числу отрицаний. Так, значит, теперь давайте я, может быть, напишу внизу те оценки сложности, которые получаются для всех частей этой формулы. Ну, то есть я пишу внизу, вот скажем, вот сколько нам элементов потребуется на реализацию вот характеристических этих функций, с учетом всех жи. Так, значит, сколько нам их потребуется. Так, сейчас, где, а вот у меня листочка, да. То есть вот давайте я сейчас напишу, ваша задача, ну, так сказать, вот будете разбираться, проверяйте эти все выкладки. Так, значит, что мы получим здесь? Да, значит, давайте, да, здесь вот как удобно считать сложность этой формулы. Очень удобно считать с помощью ранга. Считать элементы вы замучаетесь. Ну, это как бы общее правило. То есть надо считать ранг. То есть вот мы будем считать вот что. Ну, мы будем так, оценивать сложность конъюнкций-дизъюнкций в нашей формуле f с волной с индексом f. Значит, плюс 1, я здесь напишу, это равно рангу нашей формулы. Рангу нашей формулы f с волной с индексом f. Значит, мы, то есть вот с помощью ранга мы считаем число элементов конъюнкций-дизъюнкций, ну, вычитаем единицу, а число отрицаний считаем отдельно. Считаем отдельно, значит, для функций f с волной с индексом. Значит, так сказать, не больше, чем. То есть вот, значит, будут оценки для ранга и для числа элементов отрицания отдельные. Значит так, сейчас я их выпишу. Так, значит, итак, l конъюнкция-дизъюнкция от формулы f с волной с индексом f плюс 1. Значит, не больше, чем. Не больше, чем. Значит, так. Значит, q. Сейчас я на 2 в степени m. Почему? Вот первая часть. q на 2 в степени m. Итак, значит, вот это будет элемент... Значит, это будет совершенное ДНФ. Совершенное ДНФ. Значит, наших функций... Значит, итак, у нас... Мы берем разбиение вот куба b в степени q, значит, на 2 в степени лямбда компонент разбиения. 2 в степени лямбда компонент разбиения. Функция от переменной группы х-штрих. Каждая... Значит, итак, характеристическая функция каждой компоненты... Значит, я напомню, что мощность каждой компонента равна 2 в степени m. Каждая компонент имеет мощность 2 в степени m. Значит, то есть она обращается в единицу на 2 в степени m в наборах длины q. Обращается в единицу на 2 в степени m в наборах длины q. Значит, ее совершенную ДНФ мы получаем q на 2 в степени m для одной функции. q на 2 в степени... Не, не, значит, да. q на 2 в степени m – это как бы сложность одной такой формулы. А у нас таких формул будет 2 в степени лямбда штук. 2 умножить на 2 в степени лямбда. Так. Ну, я напомню, что лямбда у нас равно m. То есть, если вот... Лямбда – это q минус m. То есть, в принципе, можно написать здесь сразу q минус m. Плюс. Ну и так далее. Значит, надо аккуратно идти. Сейчас я просто напишу общий итог. Значит, надо идти и смотреть, что у нас получается. А, ну давайте, может быть, так. Так. Давайте вот у нас 2 в степени лямбда мы вынесем за скобки. Так будет немножко проще. 2 в степени лямбда вынесем за скобки. А, так сказать... Потому что 2 в степени лямбда будет предшествовать всем остальным, как бы, слагаемым. Значит, поэтому давайте я лучше напишу так. Значит, 2 в степени лямбда. А в скобках так. Значит, и вот сложность одной такой функции. Одной такой функции. Это будет как раз то, что я написал, q на 2 в степени m. Теперь дальше. Будет одна такая функция вот. Для каждого лямбда одна такая функция. Ее сложность, значит, будет... Да. Ну, а сложность, опять же, нам нужен ранг. Но мы ранг оцениваем сверху как сложность общую. Это вполне нормально. Значит, поэтому получается... Значит, у нас так что будет? У нас там будет 2... 4 на 2 в степени q минус m. То есть, так, нет, на 2 в степени... Так, n минус q. 2 в степени n минус q. Это как раз вот общая сложность вот этих всех, всех вот этих функций. Или ранг всех этих функций. Значит, потом дальше. Дальше, дальше, потом... Но для каждой такой функции у нас будет 2 в степени n минус q еще вот таких элементарных дизъюнкций. Плюс 2 в степени n минус q. А каждая элементарная дизъюнкция у нас состоит из p слагаемых. Умножим на p. Вот видите, p слагаемых. И плюс еще, вот видите, теперь появился еще один элемент отрицания. А, ну, да, он на ранг не влияет. Да, в ранге он как раз не будет нам мешать. Вот получилась общая оценка конъюнкций-дизъюнкций в нашей формуле. Значит, ну, число отрицаний считается тоже так аналогично по всем частям нашей схемы. f с волной с индексом f. Значит, не больше чем. Я сейчас просто напишу уже отрицание. Значит, получается так. q на 2 в степени q минус 1 плюс 2 в степени n минус m плюс, да, дважды плюс 1. Вот число отрицаний. Опять аккуратно по всем нашим формулам учитывайте вот что, что есть. Важно, что вот здесь отрицание одно висит. Здесь висит одно отрицание. Для каждой такой вот элементарной инфекции нужно один элемент отрицания. Так, все. Значит, выбрали. То есть написали общую оценку сложности. Выбираем параметры такие. m тут довольно их выбор. Это дело отдельного, так сказать, исследования. Мы его проводить не будем, значит. Берем готовые. Минус 1. s равно, слово логарифм n минус 2 повторных логарифма n. Так, и, 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 и тоже минус 1. Минус 1. Так, все. Значит, ну дальше, все остальное вычисляется по вот этим двум основным параметрам m и s. Все остальное через них выражается. И в итоге получается вот та самая оценка, которая в нашем утверждении здесь заявлена. Оценка сложности. Оценка сложности. Так, значит, теперь что касается глубины. Вот если мы так посчитаем, как мы здесь все сделали, нужная оценка глубины не получится. Значит, почему не получится? Она не получится по той причине, что вот эта вот формула, которую мы здесь строим на базе контактного дерева. Помните, я как раз в прошлый раз или на консультации говорил, разница между утверждениями вот этими двумя, там была 15.1 и 15.2. Вот она здесь нам усложняет нашу жизнь, связанную с оценкой задержки. Или глубины, точнее говоря. Какая последняя? n-то понятно, а s? s? s это логарифм n. Минус 2 повторных логарифм n. И минус еще единичка. Минус единичка. Из этой суммы еще вычитается единица. Куда мы это представляем? А куда? А все равно, можете оставить внутри скобки, можно вынести за... С, оценки, то, что мы получили для оценивания числа конъюнкций и симкций, куда мы s представляем? Так нет, через m и s все остальное выражается. У нас, значит, смотрите, у нас получается p, это 2 в степени m делить на s целая часть. Так, вот наш параметр p отсюда выражается. Значит, q это у нас m плюс лямбда. А лямбда это у нас p на 2 в степени s. Все остальное через них выражается. Все элементы конструкции, они все выражаются через m и s. Вот, значит, теперь, чтобы получить хорошую оценку для глубины, надо вот вместо этой формулы, она хороша по сложности, но у нее очень большое альтернирование, и поэтому глубина у нее получается плохой. Вот надо вместо этой формулы, значит, вот, то есть, итак, значит, вместо, значит, надо, мы к этой формуле еще вернемся, значит, вместо вот формулы f с индексом n минус q, значит, мы будем использовать такую формулу, ну, там, m каллиграфическое с индексом n минус q. Это, она реализует ту же самую мультиплексорную функцию, но, так сказать, ее сложность не больше, чем 7 на 2 в степени n минус q. То есть, она по сложности немножко хуже, там 4 у нас получается в утверждении 15, в утверждении 17, да, там, значит, 4, но зато у нее альтернирование небольшое. Альтернирование этой формулы не больше трех. И вот теперь, чтобы получить, то есть, на самом деле, мы можем, то есть, по идее, надо бы с самого начала вот вместо этой формулы взять вот эту, тогда бы вообще все было сразу получено. Но эту формулу мы еще не построили. Мы к ней еще вернемся в, там, в 23-м, по-моему, вопросе, вернемся к этой формуле, так сказать, ну, в принципе, она существует, и здесь, в принципе, можно этим и так ограничиться. Не будем, так сказать, добиваться того, чтобы она была точно построена, но она есть, и тогда, если мы вместо вот этой формулы используем вот эту вот формулу, тогда будет все тоже, сложность будет такая же, ну, с точностью там до констант каких-то в большом. И при этом глубина получается такая, как здесь написано. То есть, вот такова, как бы, особенность того, что мы, сейчас, мы вернемся к нашему основному утверждению. Еще раз, что это за формула H, N, N, G? Сейчас, сейчас, так, возвращаемся. Вот наше основное утверждение. Так, еще вопрос какой? H, N, N, G, это формула с... Нет, вот эта формула, это M каллиграфическое с индексом N-Q. Она тоже реализует мультиплексорную функцию от тех же N-Q адресных переменных, и там соответствующиеся информации. Просто у нее немножко больше сложность, чем у формулы F, но зато у нее альтернирование очень маленькое. И поэтому у нее глубина будет хорошая, и она даст общую... Кстати, вот надо понимать, основная глубина этой формулы... То есть, основная... Вот, чтобы четко... Вот это очень важный вопрос. В какой части формулы сидит основная сложность, и в какой части формулы сидит основная глубина? Вот основная сложность сидит вот в этих подформулах. Вот в этих подформулах жизни сидит основная сложность. А основная глубина сидит вот в этой формуле, которая живет мультиплексорную функцию. И поэтому, если у нас эта формула хороша по сложности, но плоха по глубине, у нас получается сложность хорошая. Вот то, что мы сделали, хорошая сложность получилась, но глубина плохая. А вот теперь, если мы вместо этой формулы используем вот эту, такая более хитрая формула, у нее и сложность примерно такая же, в 3 раза больше, в 2 раза больше. Но альтернирование маленькое, поэтому у нее хорошая глубина получается, и тогда получается именно тот набор результатов, о котором мы сейчас здесь говорим. Так, ну что, все, мы закончили, и вот этот самый наш, один из двух самых сложных вопросов. Так, есть вопросы какие-то?